Нахожусь на территории нашего храма, Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы. Сегодня Троицкая Родительская Суббота. Я пришла в храм, молилась о всех родных, знакомых, за всех христиан. Чтобы Господь упокоил души, даровал Царствие Небесное. Люди идут, идут в храм. С утра у меня не получилось, сейчас после обеденный час. Вот вышла из храма и совсем не хочется. Вот просто в суету, в город, присела на скамеечку. Вот такое небо у нас, и дождик поливает, и дождь вместе с солнышком был на крыльце у входа храма. Люди стояли и ждали, когда же дождичек закончится. Зелень такая свежая, небушка селенькая. Вот так. В храме находилась благодать такая. Ну вот. Идут люди, идут. Голуби тут у нас. Территория травм. Оп, и гром гремит. Гремит. Сейчас надо уже убегать где-то под крышу, спрятаться. Посмотрите, какой красивый наш храм. Историю этого храма я уже неоднократно рассказывала в своих видео. И показывала его. Со всех сторон обходила и внутри показывала. Вот такой. А небо, небо тяжелое, серое. Здесь на территории церковной лавки тоже есть. Совсем недавно сюда привозили Казанскую икону Божьей Матери, которая сейчас совершает крестный ход по городам России. И этот крестный ход был от стен Кремля 6 мая в день памяти Георгия Победоносца. И закончится крестный ход в день Казанской Божьей Матери. 4 ноября вернется она в Москву. Ой, дождик капает, капает. Нужно мне убегать. Завтра Троица. Конечно, я вернусь в этот храм на службу, на металлигию. Всех, друзья мои, поздравляю с Троицей. Это день рождения нашей православной церкви. Именно с этого момента принято считать. Новый Завет. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Слава Богу за все. Пока бегу от дождя, немножко захвачу вам еще территорию, где находится храм. Посмотрите, вот дорожки такие. Со всех сторон к этому храму можно подъехать. Я имею ввиду автобусное сообщение. Вот там у нас. Ну, идемте дальше. Вот такой красивый, красивый храм. Когда я была сейчас в храме, вдоль стен уже приготовили молоденькие березки. Будут украшать. Вот здесь церковная лавка. Показывала храм и в зимнее время, и в летнее время. Обходила его со всех сторон. История у него очень такая интересная. Конечно, этот храм уже новый. Возведен на месте очень похожего храма, который был разрушен в 30-х годах. И наш храм Пресвятой Богородицы, он построен по проекту храма «Спаса на крови», что в Петербурге. Очень радостно, что молодежь тоже ведет в храм. Ой, ну побегу, побегу, иначе вся промокну. Вот такое, видите, такое небушка. Сейчас, как эта дождевая масса на меня хлынет, так мало не покажется. И мне вот так по тропиночке побегу. Еще раз всех вас, мои дорогие, поздравляю с праздником.